Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Он довольно лаконичный. Можно ли говорить ребенку, что мне стыдно за него? Спрашивает Ирина. Ну, здесь, что важно подчеркнуть, это то, что вы сомневаетесь в том, можно ли говорить. То есть у вас уже есть в какой-то степени, да, подозрения. У вас есть подозрения относительно того, а можно ли говорить. Можно ли говорить моему ребенку, да, вот такое. И в первую очередь хочется как-то вот у вас спросить, а с чем связаны ваши сомнения. Такие тут вот, ну, если они у вас есть, да, сомнения, сомнения я имею ввиду, вот, то давайте как-то вот с вами немножечко разберемся с вами в том, с чем ваши сомнения связаны. То есть вы сомневаетесь, это очевидно. Сомневаетесь вы в чем? Вот. Это важный аспект, потому что он напрямую как бы влияет на, ну, на ваше поведение и на ваше отношение с, в том числе своим ребенком. Вот. Это первое. Первое, на что нужно, нужно обратить, обратить внимание. Дальше. Ну, понимаете, вам не может быть технически стыдно за кого-то. То есть здесь скорее вопрос, знаете, таких больше личных границ. То есть, как бы вы не сказать, что отвечаете в прямом смысле слова за своего ребенка. То есть, да, вы за него ответственны в том, ну, в том смысле вы за него ответственны, что он, как бы, вы его обеспечиваете, вы ему помогаете, но за его действия и за его поступки вы не отвечаете. Вот. Это важно понимать, как мне кажется. Вот. Если вам стыдно, значит вы испытываете какие-то другие чувства. Вопрос, на мой взгляд, важный вопрос, на мой взгляд, такой, что это за чувства, которые вы испытываете? Ну, вот. В данном случае, по поводу стыда. То есть, что такое стыд? Стыд, это ощущение, что кто-то что-то делает неправильно. И поскольку речь идет о вашем ребенке, то, на мой взгляд, если у вас появляется ощущение, что ваш ребенок что-то делает неправильно, то и вам за это стыдно. То, скорее всего, что-то из того, что он делает, вам самой делать хотелось бы. Вот. Ни в коем случае не предметно. То есть, не нужно понимать буквально. Я не знаю, что делает ваш ребенок, но если вот, например, мы так вот предположим, да, просто предположим, что ваш ребенок там, например, дерется. Или еще что-то, что-то делает, что-то делает. Вот. То вам, скорее всего, тоже где-то как-то хочется проявить себя. Вам тоже где-то как-то хочется проявить, вот, ну, что называется, свои ценности, свои чувства. Вот. Это такой, достаточно важный момент. Поэтому здесь нужно, как следует, присмотреться к тому, по поводу чего конкретно вы испытываете стыд, по поводу чего конкретно вы испытываете стыд. И дальше уже смотреть. А чего вам, там, допустим, ну, самой хочется в этом контексте? А чего вам самой нужно в этом контексте? Какая у вас проблема, следующее. А с ребенком важно конструктивно и, вот, ну, как бы, на понятном ему языке разговаривать. Вот. Что это значит? То есть не обвинять его, а именно выращать свои чувства. То, что вам за него стыдно, может быть, ему непонятно. Потому что, как, может быть, стыдно тебе за меня. Но обвинение, ребенок увидит достаточно легко и быстро. И, соответственно, будет реагировать на подобное. Вот. Ничего хорошего в этом быть не может. Поэтому, если вы хотите, чтобы у вас с ребенком были гармоничные отношения, если вы хотите перестать испытывать стыд, вам необходимо научиться выражать свои чувства так, как они есть. Для этого вам нужно признаться себе в них. Признаться себе в чем-то. Признаться себе в том, что есть лично у вас есть какие-то трудности и лично у вас есть, может быть, может быть, какая-то неудовлетворенность. Вот. И это, в общем и целом, абсолютно нормально. То есть, абсолютно нормально эту неудовлетворенность испытывать. Но важно не подменять ее таким рэкетным чувством, как сыграть за ребенка. Вот. И все-таки позволять ему отвечать самому за свои действия. При этом, если вам от чего-то грустно, если вам от чего-то больно, например, то, в общем и целом, не зажимайте это в себе. И опять же, ну, ничего хорошего не получится. Из этого, да, если вы будете вот в себе такие вещи зажимать. Вот. Ну, просто. Вы как бы ребенка настроите против себя вы настроите ребенка. Вот. И сами никакую проблему не решите. Ну, опять же, потому что речь идет про вас. Ведь стыд испытываете вы, а не ребенок. То есть, это вот умение, или, может быть, правильно я сказал, даже не умение, не умение, а возможность брать на себя личную ответственность за свои переживания. Вот. И освоить технику конструктивного общения. Это я-сообщение. Вот то, что, в принципе, ну, в общем и целом, называется я-сообщение. Вот. Это необходимо сделать. Без этого вам с ребенком будет достаточно сложно общаться. Вот. Можно и нужно в данном случае почитать книгу Юлии Борисовны «Гиппинрэпер». Общаться с ребенком как? Это будет такой неплохой подготовкой. Но, естественно, в целом, проблему это не решит. Потому что вы находитесь во вас со своих привычных папорных поведения. И вам нужна помощь. Вам нужна помощь по выходу из этих привычных моделей, из этих привычных паттернов поведения. Так скажем. Вот как-то так. Ну, моя коллега сказала, что ребенок – продукт вашего воспитания. И, соответственно, в этом есть, конечно же, зерно истины. Вот. То есть, это правда, ребенок – продукт вашего воспитания. И, соответственно, если он делает что-то, вот, ну, что-то такое, что вам стыдно, то это вопрос, как бы, какие идеи, мысли вы ему транслируете. В первую очередь, вы ему транслируете. Вот. Необходимо это понять, то, что вы ему транслируете. И подкорректировать, если транслируете вы ему, ну, не совсем то, чего, вот, хочется вам, например. Да, то есть, это нужно подкорректировать. А не просто говорить им о том, что вам стыдно. Потому что, что происходит, когда вы говорите человеку о том, что вам стыдно. Что происходит? Что происходит? Происходит следующее. Вы его об этом ставите в известность. О том, что вам за него стыдно. В надежде на то, что он свое поведение как-то изменит, вам стыдно быть перестанут. Но вашу проблему это не решит. Не говоря уже о ребенка. Вот. Который либо пойдет в отказ, да, то есть начнет, в общем и целом, игнорировать вас. Вот. И в целом, в целом, еще более активно пытаться делать вот то, что он, ну, то, за что вам стыдно. Чтобы о себе таким образом заявить. Вот. Либо, наоборот, будет себя зажимать и не позволяет себе быть собой. Вот. В принципе. Так что, я думаю, здесь примерно вот такой аспект. На который нужно обратить внимание вам. Важен пол, возраст ребенка, атмосфера в семье. Все это тоже необходимо анализировать и при необходимости корректировать. Вот. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Да. Позволит вам начать работу над собой. Я желаю вам всего самого доброго. Я желаю вам удачи и надеюсь, что ситуация будет успешно разрушена. Удачи. Удачи.